Можешь? Нет, мне одну. Спасибо. До начала концерта, не более получаса, по другую сторону сцены первые зрители. Я очень давно хотела послушать этот хор, потому что очень давно знаю, наслышан о нем, о его истории, и это наши легенды. Ольга Каткова пришла с внуком. Он уже знает несколько песен из репертуара прославленного коллектива. Кристина Белухина, исполнительница народных песен, училась в Краснодаре. В хоре много друзей. Пришла сама и пригласила бабушку. Позвонили к Кристине, что будет выступать, и мы тут же собрались и взяли билет. Я очень счастливая, что живу на Кубани и слушаю наши песни. Это наша визитная карточка, я думаю, кубанский хор. Репертуар, фактически история казачества в песнях и танцах. Освоение Кубани, участие в многочисленных войнах. Коллективу более двух веков, а его нынешнему художественному руководителю Виктору Захарченко этой весной исполнилось 80 лет. Как говорит наш руководитель, все те люди, кто за 200 лет в коллективе был, они поют через нас. Жизнь Валерия Медведева 35 лет назад изменил случай. Из 12 человек взяли его одного. Коллектив готовился к конкурсу в Москве. Срочно нужен был бас. Сегодня у артиста двое детей, двое внуков, напряженный гастрольный график. Но стареть некогда. С каждым годом что-то новое в коллективе. С каждым годом занимаемся творчеством чем-то новым. И это новое всегда раскрывает тебя по-новому. Если раньше была там, допустим, песня, танец и все, то сейчас уже, скажем так, полотно делают. Так, анапчане приветствовали практически каждый номер в зале «Амшлаг», а значит, есть повод приехать еще раз. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.